Не выступай, а общайся с аудиторией. Говори так, чтобы каждый слушатель чувствовал, что ты обращаешься именно к нему. Было бы ошибочно полагать, что речь оратора это монолог. Ты можешь говорить что-то в стену с великолепной формой, с прекрасной подачей, но в стену. И какой в этом прок? Ты не можешь повлиять на стену. Ораторская речь это средство влияния на аудиторию. И для того, чтобы это влияние было эффективным, между тобой и аудиторией должна быть незримая нить контакта, связывающего вас. Когда ты стоишь перед людьми, происходящее является диалогом. Даже если ты активно не вовлекаешь аудиторию в процесс через вопросы, провокацию реакции, интерактив, это все равно диалог. И если ты ведешь с аудиторией монолог, это просто неэффективно. Когда мы учились в школе, и нам необходимо было рассказать какой-либо параграф из учебника перед классом, кому мы рассказывали и для чего? Нашим одноклассникам? Да нет. То, о чем они думали, это скорее, «Хорошо, что сейчас не я перед доской. А если я буду следующим?» Учителю? Да он так прекрасно все знал, и его задача была просто проверить нас. Скажем ли мы определенные слова, которые в этом самом учебнике и написаны. В итоге вот и выходит, что мы рассказывали просто в пустоту, просто в пространство, лишь бы слова прозвучали, смотрели в пол, стены, потолок, лишь бы вспомнить и просто сказать это. Это очень плохая привычка. Это имеет мало общего с ораторским выступлением, потому что ораторская речь – это слова, целенаправленно влияющие на аудиторию с определенной целью. Чтобы это влияние было эффективным, мы должны создать контакт. Внешне, если мы будем наблюдателем этой ситуации, ситуации, в которой у оратора с аудиторией есть контакт, мы увидим, что оратор смотрит на аудиторию, а аудитория смотрит на оратора. У них есть вот этот взаимный взгляд. Но это только внешние проявления, потому что очень важно, что происходит на более глубоком уровне. Контакт между тобой и аудиторией может сложиться тогда, когда ты исходишь из определенного мышления. Ты стоишь перед людьми не для того, чтобы покрасоваться, не для того, чтобы произнести какую-то речь, просто слова, которые ты приготовил, а для того, чтобы поделиться ценностью. Ценностью, которую тебе важно погрузить в людей, затронуть их умы, их сердца. И ты говоришь так, что каждый чувствует, что ты говоришь именно ему, потому что так и есть, потому что тебе действительно важно говорить каждому. И вот тогда складывается контакт. Не выступай перед аудиторией, а общайся с ней. Говори так, чтобы каждый слушатель чувствовал, что ты говоришь именно ему. И это будет наделять твои слова силой, силой вызывать эмоции у людей, запечатлевать твои слова в памяти и менять что-то в их жизнях.